Здравствуйте ребятушки и девчатушки, я рад вас приветствовать на своем канале Жук Муравейники, с вами ученик 77, он же дядя Саша, великий, примерно вот такой ужасный, он же благородный Дон Сандро. Поехали, а за выживанием, незваный гость, 562 дня, 20 часов 28 минут, находимся в администрации туристической базы, турбазы. Следовательно, это загадочное озеро, так мы проснулись, желаем выпить воды. А почему бы благородному Дону не выпить воды? Действительно, выпейте. Итак, цель следующая, сейчас мы резко себе делаем много капканов, штук 5 или 6, больше ему не съесть, он у меня еще маленький, относим, ставим их и ловим кроликов. Потом идем и резко собираем дров. Когда насобираем дров, идем и резко ловим рыбу и резко топим масло. Нам нужно масло. Ай, линч, масло. Так, я обещал выкинуть пустую фляжку. О, а фляжки-то у меня и нету. Я ее уже выкинул. Она вон стоит рядышком. Так, канистрочку пока вот здесь ставим. Она нам не надобна. Так, еще кишков надо. Еще надо немножечко кишков. Так, сколько я там собирался, 5 или 6 капканов изготовить? Были такие наполеоновские планы. Так, а с кишками у нас тут... А, есть, да? Ну, надо еще кишочков. А что-нибудь сохнет тут кишкообразное? Ну-ка, быстро вспоминай, вспоминай быстро. Что-то ничего, гляжу, не сохнет кишкообразное. Однако, ладно. Тогда пошли сделаем капканы. Тут есть древесина? Есть. Так, сейчас лишнюю древесину потом выкинем. Итак, верстачок, капканок. Так, это я набрал много. Сколько мне сделать? 5 или 6? 5 или 6? 6 или 5? Два уже сделали. Сколько же изготовить? Ну, давайте что ли изготовим все-таки... Да 5, наверное. И 5, я думаю, будет много. Ну, куда там 6? Там столько кроликов не обитает. 6 все равно не поймается. Это, так сказать, для увеличения шансов поимки кроликов. Сделаем именно 5. А сколько ты уже сделал? Ну-ка, сколько ты там? 1, 2, 3, 4 сделал. Молодец. Возьми себе шоколадку. Так, давай еще один. Все, еще один капкан забабахали. Значит, лишнее удаляем из себя. В данном случае, что у нас лишнее? Вот эти две дрыны. Вот эти вот кишки. Так, мне нужно с собой взять сам отдельный топор. 36%. Итак, смотрим, что тут у нас. Дрова какие-нибудь носим себе? Не носим. Так. Воды много. Воду я сейчас выкину. И Тимофеевку надо выкинуть, допустим. Да? Так, что тут у нас еще лишнее? Что нам сейчас не потребуется? Да все может потребоваться. И спальный мешок даже. Вот лампа нам пока не нужна. Давайте мы ее бросим. Я думаю, нас там не застанет нигде никакие расплохи. Лампу оставляем. Так, воду пьем и выкидываем. Воду тоже с собой таскать не будем. Тут у нас целых 5 литров. Ну и капканы сколько-то весит. Я их сейчас тоже выброшу подальше. Ну, точнее, я их поставлю. Так, бросаю обычно целые литры. Значит, 5. Угу. Вот, 27 килограмм весим. Так, а что у нас там по стрелам при себе? 6 стрел пока у нас при себе. Я думаю, нам достаточно. Что, пошли. Гоу. Гоу ставить капканчики. Так, а по-моему, у меня нет никаких приманок. Ага, это надо поправить. Это надо поправить. Поэтому давайте мы от него отожрем. Целого же мы не будем кидать. Вдруг его волк сопрет. Кстати, тут волк обедает. Обедает наш волк. Ну, приятного вам аппетита. Мы пошли ставить капканы. Капканы мы ставим вон там. Там кролики живут. Там кролики живут. Есть. Недалеко от администрации совершенно не прут. Но, тем не менее, там кролики живут. Мы даже можем бегать. Так, у меня есть чутье мое. Внутриигровое. Дядь Сашинская. Благородно. Донновска. Сандровская. Что вот там сейчас будет группа волкодавов. В количестве двух или трех ШТ. Ну-кася. Одного вижу. А где еще два? Где братья? Где сестры? Где остальные? А, вот и второй. Вот и второй. Что, схватиться с ними или потом? Вообще, как бы лучше сейчас. Ж потом буду переходить. Вон, даже воет. А, вон еще один третий. А, вот и вся тусовочка-то в сборе. Как? А, я все съел, что ли? Да, твою ж за ногу. Как это я мог все съесть? Как я мог все съесть? Я не понимаю. Ах, ты ж в пятачаку получи и распишись. Дай-ка я тебе кусок мяса хватану полкилограммой рукой. Братве буду кидать на приманку. Я каким-то образом сожрал всего кижуча. Точнее, не я, а моя дорогая любимая Стридина Евлампиевна. Не, нам эти экстремальные стрельбы ни к чему. Тем более, вот два, а два волчоночка колобаски, а на меня хотели, блин, напасть. А мы им сейчас расскажем сказки и попадем им прямо в пасть. Ух ты! А подождать часик пусть сдохнет, чтоб далеко не убежал. Ух ты, погода какая хорошая. Тем не менее, он убежал далеко. С моей стрелой, гаденыш. Ладно, убежал в ту сторону. Так, а где? А кто? А почему я тебя не вижу? А, вон ты где. Иди сюда. Эй, эй, раз, два, три. Готона новенького, котона новенького. Уноси готовенького. Так, тебя надо убить, чтоб за стрелой не ходить. Ух ты, как она отлетела. Так, а где что-то с моей стрелой? А вот вороны каркивают. Нет, это они каркивают над первым убиенным волчишкой. Где-то еще один с моей стрелой. Гад убежал далеко. Ну, по идее, у них тут ареал обитания. Ну, он где-то, может, за этими валяется. Ну, что, пойти поставить сначала капкан или пойти его поискать. Нет, ну он же мою стрелу. Не, ну старший приказал. Он же мою стрелу унес. Так, погода мрачнеет. А вон вороны. Ну, это они. Там же трупешник есть. Хотя нет, это, наверное... Не, они над вагоном летают. Ну, ладно, пошли все равно пройдем туда. Пошли все равно пройдем. Че благородному-то дону не пройти? Вот волки вечно меня отвлекают от работы. От моей сложной, тяжелой... Выживальческой работы. Так, это они над вагоном летают. Куда его унесло? Этого красавца с моей стрелой в спине. Вагоны, сошедшие с ума. Может, он в вагон зашел и там сдох? Но это вряд ли. Так, че тут у нас? Алендур, труп. Труп Алендур. А че, в тебе еще шкура есть, да? А, в тебе еще шкура есть. Ладно. А волка не видел? Не видал волка? Не видели ли вы волка? Такого серого? Нет? Как жаль. Ну, ладно. Тогда пойду я дальше. Хм. Куда эта скотина делась? Короче, скотина куда-то делась. Ворон не вижу, никого не вижу. Эх, прощай, моя стрела. Ладно. Пошли палки собирать. И ставить капканы. Стрела, прощай, в добрый путь. Где-нибудь я ее когда-нибудь случайно потом найду. Ну, возможно. Хотя, вряд ли. Жаль, конечно. Но, ничего не поделаешь. Итого у нас уже 4 стрелы. Одна стрела сгинула. Сгинула стрела. Ай, пойдем. Может он там? А вдруг он туда убежал, где я капканы собираюсь ставить? И там себе тихонечко лежит, молчохонько. Не говорит. Но, вообще, звук, что он подыхал, не было. Значит, он подох где-то достаточно далеко. Обычно так. Если подыхает где-то поблизости, то слышно. Ау, ау. Ау, ау, не было. Следовательно, волк издох далеко. Далеко. На лугу пасутся ко. Правильно, волки. Ну, что, пошли ставить ко. Каны. А волки пасутся, пускай себе, дальше. Еще он мог издохнуть где-нибудь вот тут на пригорке. Иногда туда они заходят. Солнце есть, волков нету. Пошли вон тебе соберем полкообразности. Пойдем, соберем. Значит, поставим камканы. Наберем дров, пойдем спать. С утра проснемся. Проверим, сколько кролов в капканах. Соберем капканы кролов. Пойдем на рыбалку. Надо масло натопить для ламп. Потому что я собираюсь в длительную экспедицию, опасную, полную трудностей и всяческих неприятностей. В экспедицию в долину Тихой реки. А там совершенно неизведанная моим выживальческим организмом пещера находится. Ну, огромная цепь пещер. Точнее, система. И я думаю, ну, так наивно предполагаю, что я очень долго буду там по этой пещере блуждать. Мне потребуется много-много-много-много ламп для фонаря. Чего ламп для фонаря? Масло для фонаря. Ламп тебе для фонаря. Для какого фонаря лампа тебе потребуется? Вот. Это два волка других. Поэтому хочу с собой прихватить пару литров масла в канистрочке. В канистрочке пару литров. Я думаю, я все там пожгу. Ну, возможно, в долине, конечно, тоже какое-нибудь маслице найду. О, погодка портится. А, возможно, не найду. Поэтому придется с собой переть. Ну, что же, были туда заходы. Экспериментально печальные. Которые показали сильную необходимость запасов топлива для фонаря. Вот такие, значит, планы на ближайшее будущее. Так, нет ли тут трупешничка-волчоночка? Да нету тут трупешничка-волчоночка. Вот кролички бегают, а трупешничек-волчоночка не бегает. Ну, а что мы можем поделать? Пожать плечами, сказать, ну и хрен с тобой! И расставить капканы для кролов. Так, давай мы начнем их расставлять уже. Один капкан. Так. Другой капкан. Не поставился. Так, третий капкан. Кролики вот тут бегают, значит, можно тут и капканы ставить. Я так полагаю. Ну, я их много сделал. Поэтому давай вот тут их и расставим. Все? Все. Ну, пошли палок соберем. Тут есть палки? Ветки? Есть немножечко. О, да множечко тут. Гляньте, сколько на склоне-то валяется. На склоне горы. Горы эрит витрина. Давай мы их тут пособираем. Одну палку я беру, на дорогую я смотрю, третью помечаю, примечаю, а четвертая сама в рюкзак залезет. Как-то так. Пригодится, пригодится. Нам все пригодится. Мы, понимаешь ли, человеки запасливые. Гады. Так, а теперь давай обозрим вот что. Обозрим, сколько кроликов в капкане. По-моему, 42 шитоке. Убитых кроликов в капкане. Не, 40. Не, 42. Это 42-то где-то в другой, в другой параллельной реальности видел. Так, ну все, пять капканов заряжено. Мы покидаем это место. Идем там сейчас недалеко от администрации. Порублю дрыны. И заберу их с собой. Можно было бы, конечно, пойти на рыбалку и оставить капканы, но это может печально закончиться. Они их ломают, когда надолго оставляешь без присмотра. А нам это не катит. Так, с волков соберем шкуры и кишки. Потому что гладиолус. Потому что требуются нам периодически кишки. А из шкур мы можем шить прекрасные носочки благодаря Илюхе. Так что, почему бы благородному Дону не собрать с волков в шкуру и кишки. Соберем. Так. С одного собрали. Все, мясо не будем брать. У нас-то мясо и так дофига валяется сырого. Где тут второй? А вот второй. Блин, а вот куда же делся третий, а? Может, он к администрации пошел и сдох. Там лежит меня прямо у дверей и ждет со стрелой. Стрела в лапах. Как у лягушки. Прямо сейчас сожрал бы что-нибудь. Сожрал бы что-нибудь. Что за зловечки, мудемуазель? Волка тут нету нигде. Нету нигде. Куда ты гада унесло? Ну, что мы можем поделать? Так, мы сейчас кинем шкуры и выйдем еще вот тут порубить, несмотря ни на что. Несмотря на то, что даже она прямо сейчас сожрала бы что-нибудь. Не, ну я могу тебе, конечно, что-нибудь предложить. Во-первых, давай кусок полчатина сырой выкинем. Вот. Ну, допустим, я тебе могу предложить вот этого кижуча прямо сейчас сожрать. Нет, это сик, а волк ушел, наевшись. Так, еще нам надо прямо сейчас что-нибудь попить. Не только сожрать, но и попить. Вода, где у нас? Вот она. Хлебай. Хлебай. Так, нахлебалась. Нахлебалась водою. А теперь пойду что-нибудь разрублю. Так, шкурень волчаная. Волчаная шкурень, две шатеброси. Так, кишок волчанный, две, четыре шатеброси. Так, кижуч рыбный. Не, сельдевидный сик рыбный. Съесть, оставить чуть-чуть. Вот так. Еще чуть-чуть. Вот так. Харе. А то нечего будет. Нечего будет волчику предложить, если он вдруг ко мне придет. Так, и значит дрыны. Дрыны, дрыны, дрыны выкинем все. Тем более, я их тут набрал. Аж четыре килограмма дрын. Молодец. Пошли. Так, что у меня в аптечке? А, спальный мешок из медведя. Ну, пусть лежит. Хай лежит. Каждый раз, когда выходим, можем увидеть волка. Да, он появляется, когда мы выходим. Когда мы далеко уходим и приходим, его уже нема. Погодка не очень. Но нам пофиг. мы ведь и я не боюсь никого, ничего. Я же веток себе нарублю. Сейчас, блин, много. Кедровая дрына. Так, ух ты, холодно. Однако. Не, пошли отседу. Гля, какая погода, риск переохлаждения. Нам это не подходит. Здоровье надо беречь, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Здоровье надо беречь. Так, что там? Кижуча давай еще возьмем. Точнее, это опять сиг. Вот, и Мамзель говорит, что что-нибудь съела. Мамзель, а зачем вам столько яиц? А зачем нам столько яиц? Этого он не понимает. Действительно, на кой ляд? Ну что, давай ты что-нибудь съешь, я не возражаю. Ну, съешь вот это. Харе. Выпей воды. Ну, давай спать до утра. Потом пойдем кроликов наших чекать. Чекнем кроликов. Так, поспали. Метель кончилась. Метель кончилась, я сказал. Кому сказано, метель кончилась? Что-то она как будто и не кончилась. А мы как будто и посеред ночи проснулись. Ни тудой, ни сюдой. Так, шоколадку на 2500 долларов калорий будем есть, когда проживем тысячу дней. Да, это неприкосновенная шоколадина. Так, а есть тут что-нибудь нам поделать? А и поделать нам нечего. Все, мы уже поделали. А стрел поломанных у нас нету. So hungry my life. Ой, ты какая-то там so hungry my life. Сколько у меня ракет перед себе? Две. И пистолет незаряженный. Давай пистолет хотя бы зарядим. А вот так вот так встрянем. Заряжай пистолет. Встрянем как-нибудь. Во. А у нас пистоль незаряженный. А так, глядишь, пальнем. Так, ну что, придется ждать. Больше делать нефига. Несмотря на то, что so hungry my life, придется ждать. Так, а есть, жрать надо все равно что-то, да? М-м-м. Ну, давай съешь вот эту вот фигню. Еще давай съешь вот эту фигню. Так, что-то у меня тут где-то вода стояла, я помню, я помню, Не, бумага не нужна, мне вода нужна. А я лампу выкинул, да? О, бутылка воды была только что. Вот, сейчас будем тут в темноте искать бутылку воды. Печь для дров. Где-то тут у нас была бутылка воды. Бутылка, бутылка воды. Ой, давай, бутылку воды. Ну все, теперь надо кровать найти. Печь для дров. Значит, где-то рядом кровать. Кровать стоит рядом с печью для дров. Так, ну давай поспим, уже наконец-то станет светло. И мы можем найти тогда и кровать, и печь для дров, и бутылку воды. Вы проснулись утром рано, а вы проснулись где-то в ванной. А там погода плохая. Ну, допустим, я могу себе стрел сделать. Допустим. Хотя бы одну. Ну, пошли сделаем. Че бы благородному Дону не сделать себе стрел. Тут березы есть. Березки мои, березки. Нет тут никаких березок твоих. А тут и тут никаких березок нету. Ну, пошли за березками. Березки у нас лежат вот тут в яшике. Я видел. Одну берем. Одну мне, пожалуйста. Так. Делаем древки для стрел. Так. Ну, давай топором. Давай вот до конца испаганим. Так. Она продолжает говорить, что ей надо съесть лошадь. Че тут у нас? Наконечники есть? А, то есть я стрелу могу сделать, да? Могу. Давай, делай стрелу. Давай инструментом сделаем. Им быстрее. О, он 88%. Его надо починить. Так, думаю, хватит пока. Пока хватит. Древки сюда запихиваем. Две штуки. Так, инструмент выбрасываем. все. Чешем. Чешем искать кролов. Воды лишней при себе не таскаем. Не, не таскаем. Все, пошли за кролами. И, что, покушать мне тут вокруг нечего. У меня все сыренькое, да, валяется. жучей я всех пожрал. Волк пришел. Волк ушел. Пошли. Холодно. А холодно, однако. Вот холодно. Вот сколько градусов получается? Минус 11. Мороз невелик, но стоять не велит. Побежали тогда. Ну, кроликов заберем. Сколько бы их там, сколько бы их там ни было, всех заберу. Хоть один-то, я надеюсь, попался. Даже в журнал не буду смотреть. Хочу все своими глазами увидеть. Хочу, чтобы это было полной неожиданностью. Главное, чтобы не полным звездецом. Пусть будет полная неожиданность, а то приду все пять капканов разрушены. Какая красота, какая гадость эта ваша заливная рыба. Так, ну вот эти дрыны я рубить не могу. Холодно, а то и замерзну. Так, а что это там такое? А, ничего. Это померещилось тебе. Это галлюцинации. Все нормально, это галлюники. Это галька. Так, 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 что-то там вот маячит. Кролики, глянь, бегают. А капканы все пустые. А капканы непростые, в них застежки золотые. Это как же понимать? Твою ж за ногу и мать. они один есть. А просто шкур хотел себе насушить в дорожку, ведь отправляюсь в опасную экспедицию. Экспедицион. Опасный экспедицион. Но капканы все, что радует, целые. Давай передислоцируем их. Давай. Небольшую рекон, консцировку проведем. коле такое дело. Давай. Туда поближе к кролику что ли поставить? Он типа там бегает. Один. Одинокой. Ну, давай я поставлю к тебе. Ну, вообще они, по идее, здесь везде бегают. Капканы можно на всем этом пространстве устанавливать. Ну, давай поставим заново. Один кролик нам мало. Мы хотим чуть больше кроликов, чем один. Она уже у меня замерзла нафиг вся. Вся Остридина Евлампина вдоль и поперек замерзла. Кролики, вы мне все планы рушите. И я уже должен быть давно на рыбалке. Масло для лам себе топить, копить. А вы как-то плохо попадаетесь в мои расставленные сети. Ладно, я пошел греться, потому что я замерз. О, тут немножко потеплело. Ну, отлично. Блин, а вот в администрации у меня там жрать нечего, да? И что делать? Тимофеевку кушать? Кушать Тимофеевку? Ну, а мясо взять мясо приготовить? Ну, давай возьмем приготовим. В конце-то концов, что мы обламываем? Облавимаемся. Что, у нас дров, что ли, нету? У него тело начинает неметь, так что надо что-то приготовить. Нам там пару кусочков бы хватило, нам много-то не надо. Разжигалки у нас есть, ну, давай приготовим себе немножечко. Давай, тут еще протусуемся денек. Почему нет? лед? Куда же делся волк? А вдруг он где-нибудь, да, ну, на лед убежал, они вроде отсюда на лед не убегают. Так, холодно, значит, кролика на улице разделывать, наверное, не будем. Ну, или пойдем согреемся, пойдем согреемся, потом его разделаем. Тогда, значит, поступаем следующим образом. Мусье кролика швырнем вот так по-хамски на зим. Так, испорченная оленина. Килограмм взять. Ну, и все пока. И пошли пока. Пошли пока. Волк ушел. Пошли пока приготовим. Давай печуру зажжем. Дров, ой, фу, дров. Воды можно пока не топить. Воды у меня дофига. И более. Вот. А, значит, вся мясца-то надо приготовить. Так, тем более оно разрушенное, то есть тут ускорение на пробел не действует. Разрушенное мясо нельзя ускорить. Слава богу, его можно приготовить. А вот с ускорением обломус. Ну, мы его все в котелок запихаем. Поглядим, сколько ему готовится. В котелке оно вроде чуть быстрее готовится. Или не надо пихать в котелок. Или так положить. Так, котелок, испорченная оленина. Будет 52 минуты готовиться. Окей, пусть готовится. А печки сколько гореть? Два часа. Пошли подрыхнем. Пошли подрыхнем часик. Спать! Вот так. Спать, сказал! И пошли заберем оленину испорченную. Может, она еще до конца не испортилась. Так, бегом к оленине, бегом к оленине. А я бегу 564 дня выжил к оленине. Где моя оленина? А мы ее сейчас сразу съедим. Так, у меня что-нибудь на приманку осталось? Осталось. Отлично. Так, ну, что? Значит, мы типа обогрелись, да? Ну, давай мы еще один кусок сейчас запихаем. Только, наверное, без котелка, чтобы чуть дольше. А сами пойдем, пока будет готовиться оленина, кролика растерзаем в клочья. А то он тут уже окоченел, я так думаю. Так, оленинку давай возьмем. Килограммовый ток. Это сколько в тебе весу? Килограмм. Нам канает. Че тут у меня лежит? А ничего тут у тебя не лежит. Ну, просто волк пришел, пришел и жрет опять крольчатину. Волк, ты бы сходил и принес бы мне стрелу. Ее, брат твой, брат твой тоже уже зомбированный уволок у меня. заплес... Ой, это не то я положил. Это я не то положил. Заплесневелая оленина приготовленная. Не понял я. Что за... Что за нафиг? А, ее из меню нельзя. Ее можно только с пола. Ой, все у вас какие-то... А это что такое? А это я его когда успел бросить. Че-то я ничего не понял. Че-то я ничего не понял. Какого хрена Сиг оказался на полу? Сиг, ты че на полу забыл вообще? Таким образом тебя на пол телепортировало? Так, час там будет готовиться, да? Час. Каким-то образом Сига телепортировала. Так, туша кролика замерзла, волк жрет. Так, туша кролика собрать. Шкуру мы с тебя собираем 28 минут. Собираем. Так, еще у нас примерно полчаса есть, да? Кишки. Сколько мы тут будем собирать? 28 минут. Собираем 28 минут, пошли с мясом разбираться. Тук-тук, кто в домике живет? Я принес вам небольшую шкурку кроличу и кишочки. Так, че с мясой? Мясо почти пригорело. Так, печки еще гореть 26 минут. Давай, в тебя дрыну подкину одну. Так-с, раскладываем кроликов на просушку. Все, пошли за мясом. Того кролика я, наверное, выкину, он мне не нужен. Мясо с него собирать никакого смысла нет, просто выброшу, а волк пойду отдам. Точно. Пойду отдам волк ему целиком. Волк, короче, у тебя тут кролика, вот. Будь добр, закуси кроликом. Че ты жрешь какую-то крольчатину? Вот, кроликом закуси нормальным. Нормальным пацанам нормальную жратву. Так, оленина разрушенная. Пошли продолжим готовить разрушенную оленину. Сейчас немного себе запасу. Все планы, конечно, были немного другие, но что поделать? Ничего не попишешь. Так, час печки гореть, час сорок четыре. Так, а что же мне делать? Что же мне делать? Сколько я стрелу-то буду делать? Одну, допустим. А давай попробуем, может успеем. Ее полтора часа делать, дядя Саша. У тебя нахрен сгорит твое мясо? А давай попробуем. А давай попробуем. Эксперимент, эксперимент, сгорит ли мясо? Вроде 36 минут ему для пригорания, чуть больше часа ему готовится. Чисто теоретически я должен успеть. Так, 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 как до готовности? А, с инструментом готовилось меньше. С инструментом готовилось меньше. Так, ну, еще одну стрелу я сделать уже не могу. А я не могу. не полтора часа готовилось, а меньше. И, значит, ускориться я никак не могу. Пробельчик-то не работает. Не работает-то пробельчик, а? Эх, ты ж, ёксель-моксель, пробельчик-то не работает. Так, волчьи шкуры, неправильное место. Ну, почему неправильное? Ну, чё сразу? Вот так правильно. Прям чуть что, так сразу неправильно. Слушайте, а чё у меня так давно сияние друг на друга можно наложить? Не было авророобразного. Чё я тут как лошара без сияния живу? Ты там готова? Нет ещё? Шесть минут. Дайте мне, что ли, сияние уже в конце концов. У меня ни одного буферного воспоминания нету. Так, всё, я, наверное, вот эту оленину готовлю, пока завязываю с готовкой, потому что мне надо дрова собирать. Некогда мне тут жарить, доживу как-нибудь. Ну, правда, только второй, у меня два куска в запасе будет. Ну, а чё я там рублю больше часа? Я сейчас бросившу её. Да, она сгорит, я не успею вернуться. Я пока буду идти сюда, всё нафиг испортится. Вот чё я могу сделать? Так это котелок установить. чтобы в нём вода приготовилась. Только надо, чтобы костёр два часа горел. Ну, то есть не костёр, а пэтч. 46 минут. У меня вроде время на приготовление сокращено, ну, давай поэкспериментируем, может, может, успеет. Так, всё, пошли рубить, пошли рубить. Может, успеет, ну, а если не успеет, значит, вода будет просто, просто вода, это вот потом придётся вскипьяркить. Волк жрёт кролика, правильно делает. Так, бросить, бросить. Пошли с здоровишками. Так, стрел у меня при себе 6 шт. Так, получается, кроликов у нас в капкане 41 должен числиться, потому что поймали мы только одного бедного несчастного кролика. Так, кедровая ветвь. А, да мы вообще 58 минут будем рубить. Это вообще, в принципе, ерунда, у нас там даже печка погаснуть не успеет. Но дело в том, что мы вот тут ходим, а нам это тоже время-то течёт, оно внутриигровое быстро. Ну и чё-то ветки все кончились поблизости, которые могли быть. Так, а тут у меня чё-нибудь валяется. Чё-то валяется. Это что за звук был? Так, вот это давай мы руками соберём. Такс. И давай вот это соберём и пошли. Там уже поди вода готова. А то мы много дров сейчас испоганили на то, чтобы себе тут жрачку организовать. Так, а зачем ты оленину-то взял? А, я не знаю зачем. Зачем-то взял и взял. Шёл и думал взять, взять, не взять. Взял, взял. Так, до закипания 52 минуты. Печки гореть. А печки гореть 17 минут. Вовремя я пришёл. А то бы накрылась тут моя готовка-то. Вот теперь она точно закипит. И даже не выкипит, потому что печка так долго не прогорит. Потому что ей до закипания 48 минут, а печки гореть час. Хотя хрен его знает. может быть и что. Да не, не выкипит. Так, пошли ещё что-нибудь рубаним. Так, а куда ж мне направиться? У меня что-то ветки поблизости. Туда подальше пройти? Ну, пошли подальше пройдём. Пойдём пробежимся. Бегом, бегом, бегом. Так, усталости никакой. Она на пороге ночь. На пороге ночь. Поэтому придётся тут рубить до полного изнеможения все эти дрова. Чтобы как следует умориться. Ну всё, теперь сколько бы кроликов не попалось капкана, я пойду утром на рыбалку. Ну, то есть не утром, а когда с кроликами разберусь. Потому что всё, я тут и так уже засиделся. Засиделся я тут с вами, заболтался. Мне надо дорожку так, вон, вижу какую-то ветку в дорожку собираться по-скоренькому. Некогда мне тут. Так, о, ещё у меня тут есть веточки, палочки. Заберём, заберём, всё заберём, всё в дел пойдёт. Всё будет гореть в бараках. Там бы, конечно, желательно кижучей побольше поймать. А с них масла получается просто много. А с сельдевидных сигов масла получается мало. Руби! Чё на неё смотреть? Так, пошли вторую разрубим. А потом приём, посмотрим, выкипела лишь наша вода до конца или нет. Чё-то звук такой был, как будто волк рядом. Нет? Показалось? Так, показалось или нет, пошли отсюда нафиг. Пошли. Это они... А, они мимо летят. Я думал, здесь где-то трупешник обнаружился. Они просто мимо полетели. Летят перелётные вороны. Ну, они нам ничем не помогут. Так, усталость половинчатая. Можно, конечно, ещё что-нибудь рубануть. А чё ещё рубануть? Так, труд и выкинь. Там ветки валяются. К ним подойдите. А у меня тут... Если пойти по вот этой тропе в ту сторону, я по ней вообще крайне редко хожу. Может, там чё будет интересного? Давай зыркнем по-бырому. Сейчас только бросим вот эти дрыны, чтоб чуть полегче нам было. Пошли, обозрим. Ну, тут, по-моему, ничего путного не будет. Там до пещеры можно дойти. А чё там в этой пещере? Есть там ветки? Ну, это я уж почти сейчас к западной стороне выйду. Если туда. Так вот, тропа озера, найдено новое местоположение. А, нормально, я вообще сюда ни разу не заходил. Прекрасно. Прекрасно. Ну, то есть, я и в пещере, получается, не был. В пещере лежит пустой рюкзачок, скорее всего. Ну, можно до него дойти. Поглядеть на пустой рюкзачок. А так, в принципе, здесь ружьишко можно найти. Ну, естественно, не на незваном госте. Так, палки и ветки. Ну, не зря пошли по тропе у озера. А я думал, я тут был, а я тут так осы и не был даже ни разу. Так ты, Вася. Текс. И это тоже мы сейчас ручками разломаем. Топорик пусть пока отдохнет. Так, ну, пошли дальше. Кстати, не знаю, что тут насчет волкодавов на этой тропе. Ну, по-моему, я их тут не встречал. Это мы уже озеро обошли, обогнули практически. Вот сюда пойдем. Я забыл, как эта пещера называется. Ну, какая тут пещера? Деева, что ли, какая-то или нет? Сейчас зайдем. Если я не был там, значит, я не был на этой тропе, значит, я не был и в этой пещере. Пошли, зайдем, отметимся, что были. Хоть новое местоположение раздобудем себе. Так, вот она, эта пещерка. Остридина Евлампиевна хочет кушать, но обождет. Так, что тут, кустарник? Или это не ломаемый кустарник? Или ломаемый? Это ломаемый кустарник. Так, пещера. Напишите нам, что это за пещера? А, это тихая долина, поляна. Это не пещера, а поляна. Долина, да, долина. Тихая поляна Деева. Но в тихой поляне, кроме тихих камней, ничего нету. Очень много камней. Очень много камней. Деев тут, вероятно, кроликов мочил. Вот тут вот, расстреливал у стены, так и строил рядами. И тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ладно, мы пошли назад. Тут даже рюкзака нету. Когда есть рюкзак, там можно что-нибудь в нем найти. Ну, у нас, естественно, нихрена нету. Так, ну все, мы достаточно сильно устали, можем идти, можем идти с чистой совестью спать. Так, ну теперь давай, наверное, по озеру пройдем, раз уж мы сюда пришли, чтобы мим барак идти и кинуть туда дрыны, которые набрали. Чего мы их зря будем туда-сюда таскать? А на озере сейчас волков огребем. Дайте, что ли, накормлю, а то ты сейчас начнешь орать в самый неподходящий момент, что тебе плохо, холодно и голодно. Пойдем. Выйдем на озерцо, сбросим в рыбацкий барак наш груз зажигательный. Вот так вот можно пройти и выйти. Чего нам туда-сюда носить палочки? А тут сейчас волчики, а сейчас как сияние начнется, волчики станут зелененькими. Ой, что начнется, ой, что начнется, капец начнется. Еще ветки. Ломать их. О, слышу, вороны каркают. Ну, они там над кем каркают? Не знаю над кем, скоро узнаю. Сейчас выйду и узнаю. Слушай, у меня лампы нету, сейчас станет темно. Совсем. Вот уже практически стало. Не, ну, ночью на самом деле не бывает настолько темно на улице, чтобы вообще ничего не видно. А вот если начнется мотель, вороны, над кем? А, на трупешнику барака, над ним они орут. Все, загадочное озеро, западная сторона, правильно. Вот этот барак, но это не наш барак. Наш чуть дальше. Говорит, темнеет, надо найти укрытие. Глянь, какая красивая ночь, тихая, тебе тепло. Что ты начинаешь? Иди. Неси, что надо. Неси, что сказали, куда следует. Сейчас заодно тут и немножко рыбки подберем, пожрем ее. А хотя бы тут волков можно огрести. Можно, можно. Они тут еще не стреляны, они уже заново треспаунились. Сейчас начнут они на меня кидаться. Прям чую. Вон какой-то вдалеке, да? Вон какой-то вдалеке. Это волк или медведь? Ну, неважно, кто это, волк или медведь, или это волк и медведь. Нам сейчас пока не до него. У нас другие цели и задачи. Так, что-нибудь пожрать тут есть. Испорчено мясо лося приготовленное. А нам сгодится, если, конечно, оно весит много. А, не сгодится. Сожрем его, чтобы не мешалось. Нет, это мясо, это мясо не годится. Один грамм, это не наш случай. Нам один грамм не подходит. Так, свежий малород и окунь. Вот это нам подходит. Вот, прекрасно. Куча рыбы, пошли. А что ты до сих пор не исчез? Я же вроде тебя давно застрелил, слышь? С тебя еще можно даже все собрать. Фига себе. Что, пожадничать, собрать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, пожадничал. Молодец. Риск переохлаждения получил. И сейчас волков еще получишь. Сзади, в спину. Интересно, да там шкура, наверное, уже вообще качество, вот он тут лежит сто лет. Они, наверное, разрушатся. Ну, попробуем, кинем, может высохнуть. Я же его давно застрелил, этого волка. А он все бедолага тут валяется. Беги, беги не вопи согреешься согреешься не согреешь так а у нас сейчас в помещении будет темно да если что у меня есть спальник но там лампа где-то стоит я так примерно помню как я ее поставил вот в чем плохо когда приходишь ночью ничего не видно сейчас там будешь тупить ладно сейчас какой-нибудь ощупью 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 как нибудь так тогда будем заходить мы вот отсюда волка нет кролика не ест что проще лампу нам найти нашу так вот тут у меня еще дрова про них не забыть ну дров я в принципе нормально набрал мне хватит так чё тут совсем темно да лампа у меня где-то вот тут стояла да хрен ты найдешь дядя саша нечем тебе радио лампа была где-то рядом с радио насколько я помню как же так а как же так радио а лампа где-то вот то ли вот тут стояла я во что-то уперся идти не могу блин это на воду что ли о аварийный фонарь ура 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 аварийный фонарь это мой любимый любимый мой фонарь так чё там любимый твой фонарь принес ты принес шкуру волчу если принес то давай-ка ты кинешь сто процентов фига себе он там три дня лежит и сто процентов как так я не понимаю а я не понимаю как так ну давайте куда-нибудь сюда вот так положим все баиньки баиньки пошли баиньки заиньки спать 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 устала нарубилась насобиралась бутылка воды а кстати я хотел проверить что там с водой в котелке не испарилась ли она полностью целиком котелок пока вроде есть так вода вскипячено какая красота котелок не котелок мы пока бросим что нам с ним зря ковыряться пусть стоит так да с водой полный порядок ну прекрасно значит чё там она вздыхает у меня сейчас мы тебе водички дадим вот у воды у меня очень много так ладно мясо пусть при мне остается как он там пропадет не пропадет я его съем так спим 10 часов так все утро наступило пошли за кроликами выкидываем фонарь чтобы зря его не таскать опять сейчас придем в темноте будем тыкаться так вода ой а там опять метель что-то как-то метели меня последнее время начинаете раздражать своей нугля рил ли метель пошли стрелы делать рил ли метель а чё нам чё благородному дону не поделать стрел пока метель поделаем пару древков нет а пару пока для начала так стрела 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 простая стрела начать делать с инструментом ух как дует а не наладилось пока так что не хватает пера ворона не хватает ха ха да легко 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 и непринужденно дадим вам кучу перьев ворона так инструмент 86 процентов хренушки погода по-прежнему фиговенькая так можно взять еще одно древ в древкочка и сделать еще одну стрелочку давай сделаем с инструментиком обязательно не погода никуда не годится так тогда мы вот что сделаем с тобой мы возьмем металлоломину одну где-то я вот тут ее видел и починим нашу инструменте ну при помощи него же самого какой-то удивительный способ починки инструмента при помощи инструмента но неважно мы починим ой погода наладилась так инструмент сто процентов навыки у нас выросли до восьмидесяти четырех так инструмент бросить так чё там у нас по стрелам фонарь оставлю-ка я его с собой да да восемь новеньких стрел прекрасно пошли товарищи кроликов собирать какая прекрасная погода так сколько кроликов в книжке убийств кроликов написано давай почитаем этот роман этот триллер кроликов капкане 43 чтоб все два попалось да пошли хотя бы два ухты олени олень пришел колен мы будем тебя убивать нам шкур олени тоже в запасе надо иметь всего потребуется тем более там вдруг какие-нибудь новые моды на какие-нибудь не знаю бюстгальтеры для астридин и в лампины из оленьих шкур мы как наделаем так он прямо идет на нас попаду ли в тебя отсюда теоретически да ух ты прям в черепушку ему бедолаги засветил молодец будет тут никуда не уходим мы скоро вернемся так ворон летает его над волками до сих пор а вот третьего не видно ладно я вообще здесь не за тем я вообще здесь за кролами на там два штуки в капкане стынут так это мы дополнительно получили три шкурки до кроличек ну ладно хватит я думаю хватит нафиг за за на запас собой возьмем несколько шкурок а в себе в долине тихо реки мы кроликов то еще по настреляем играет мерзавец бегает в капкан не попала смотри братва валяется в капкане а это по-прежнему бегать все ему понимаешь ли ни почем вот хоть стреляй его из лука не не буду портить стрелы пусть бегает о там волк он маячит там маячит волк он сейчас мной заинтересуется у меня смотри тут кролики при себе будут капканы сидела вот бы кролика на него загнать кролик иди к волку иди к волку вот так пусть он тебя съест а я тебе его товарю да вот и он куда-то в гору гад полез сейчас волка на себя загоню скорее чем нам то есть ну да чем кролика на волка о на кого он лает на меня что ли полин он все-таки на меня сагрился не на кролика отлично он на кролика сагрился молодец волк правильно поступил вот теперь тебя люблю и наконец-то ты волчура дяди саши угодил и вот так вот упал он прямо аккуратненько вправо молодец так не берем и пока с волка ничего у нас там олень еще и лежит неразделанный и в этих стрелять тоже не будем а это их тут так много да ладно ну куда у тебя там олень они хватит тебе хватит тебе и жадничай жадность фраеров губи ты же знаешь мне показалось опять волк лайл оказалось наверное ладно неважно пошли 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 сейчас солень и заберем заберем наверное все вообще что у него есть кишки мясо а воды есть мне попить а то что-то какая-то жажда безумная кишки мясо все дела и можно отправляться на рыбалочку но нам еще кроликов разделать это много у нас времени займет они наверное с мяса пока и с солень и брать не буду на хрена тебе мясо ты сейчас будешь рыбу топить ты там ее натопишь а уж если мясо берешь ты его приготовь тогда приготовь тогда его он уж сырым будет валяться от него никакого толку шкура ладно высохнет кишки высохнут так спасибо волку он нам кролика сделал дополнительного бонус плюс бонус кролик спасибо волку плюс бонус кролик перья итак олень я возьму твою шкуру и твои кишки четыре часа два часа у меня это все займет так взяли сколько я буду с тебя мясо собирать так руками два часа давай кинжал наш используем ну чё в конце концов жалеть то его можно его хоть раз и использовать два раза сократится зато весь этот процесс ладно жадность жадность сделала свое дело сделала свое мерзкое дело мы нахапали опять всего и побольше о а вот и метель подвалила блин а я кроликов хотел на улице разделать а тут метель подвалила ну да ладно но мы сейчас зайдем сначала али оленье все кинем а потом выйдем так вот здесь давай кинем это новое мясо которое у нас очень много что там так страшно хрустить что там так страшно хрустить раз тут на меня волчака как вы помните напал как бы он опять не приперся так она у меня вообще кушать хочет да а кушать я особо нечего по-моему тут какой-то кусок еще валяется так оленья чья шкура а чё тут с волчиной вот этой шкурой 11 процентов качество 93 процента да глянь она особо не испортилась странно все это это все странно кишки куда бы вас сложить давай сюда сложим перемешку так вот покрасивший покрасивший а вас друг на друга можно класть можно не не надо они жутя разной свежести чё что их друг на друга то кладешь в кружку никак не запихается странно вот они где-то 40 процентов а эти две один процент и кишки тут между собой не путай вот 40 процентный клади друг на друга вот это тоже можно сюда положить они тоже 40 процентные вот стопочка их сложи так эти какие 16 процентные откуда-то на другое местечко на на вот эту газету или чё это такое не помню планшет какой-то клавиатуру что это вообще такое сюда можно подсунуть так это 16 процентные а ну-ка давай сверху укладывайся так эти однопроцентные это вон к тем они у нас однопроцентные так это от кролика пусть тут и валяются неправильное место чуть и не нравится место как место так ладно пошли кроликов шкурить пошли шкурить айда шкурить кроликов так мяско мяско ну давайте скормлю вот этот кусочек вот 0 8 килограмм нас ешь чтобы не ныть сильно на ночь потом нажрёмся сейчас не будем а то нас еды мало не хочу больше ничего готовить так первый крол собрать собираем шкуру собираем вот это мясо не буду брать принципиально так теперь вот этот кролик тоже шкуру тоже кишки мясо не берем выкинем его волку отдадим и вот это вот тоже собрать тоже шкуру тоже кишки с мясом возиться у меня тому на олень неприготовленный валяется чем не возиться с этим жалким кролом волка тут нету есть вот я сейчас его завалю кроликами пусть кушает кушайте на здоровье товарищ волк кушайте кушать а то вы тут одинокий такой вот вам кроличка вот вам еще одного кроличка вот эти еще кроликами заложить овощи через какое-то время видно не будет когда ты будешь появляться ты будешь заложенный кроликом практически впасть ему вложил так все зашли зашли достали лампу а разожгли ее текс и кидаем кишки кроликов но тут я их всех вместе покидаю они все одного у меня будут одной степени просушки поэтому пусть тут группой и лежат так все четыре шкуры есть отлично байники пошли на рыбалку теперь на рыбалку с утра на рыбалку наконец-то наконец-то пойдем займемся нормальным делом мужским рыбалкой так сожрали практически весь выпили воды и завалились дрыхнуть насколько мы с тобой завалимся дрыхнуть ну мы с тобой 10 сотни проспим ну давай сколько пора спим вот придется ожидать да не так кнопка ну там уже почти утро ну давай вот эту крови кусок мяса доедим еще подождем чтобы светло стало и нафиг отсюда почешем спать не могу давай два часика обождем так не забудь собой взять эту как ее канистрочку и И Котелок, вот Котелок, всё на К, 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 канистра, К, котелок, котелок, канистра, Котелок вообще не варит, сейчас про канистру точно Забудешь, темно, Холодно там будет, котелок У тебя не варит, да не варит у меня котелок Так, ладно Войдём в красную зону по жратве И даже ещё поспим Пару часиков, они Настолько устали Тогда подождём Так, можем теперь поспать пару часиков? Все, хватит, а то мы там уже коцаемся от голода Вроде как погода отличная Значит, воду мы пьем С собой нам что нужно? Спальник у нас есть? Есть Ой, я капканы ношу? Ой-ой-ой Это совершенно не годится никуда Место свободное есть? Нету Я же с капканами хожу Так, капканы Капканы мои, капканы Вот Так, лампу я оставлю, ну ее нафиг Она со хангри Так, берем К-котелок С-спальный мешок у нас есть Берем К-котелок И К-канистру К-канистру, К-котелок И все-все дрова Так, и значит мы сейчас лампу Как раз вот действия заправить Вот, в К-канистру у нас осталось 250 муллилитров Муллилитров Так, топор Топор Нам он сейчас не нужен Потому что драться мы будем, если что, ножом Если дело дойдет до рукопашной Так, палочки Ну оставлю здесь себе чуть-чуть на всякий случай И кедрач Ой, да и ты весь кедрач не утащишь, наверное Какой там у тебя уже вес? А, да нет У тебя же еще кедрач на улице валяется Помнишь об этом? Помню, конечно Так, вода Воду мне с собой таскать не надо Отлично Воды у меня и нету Выходим Кстати, выходим А сколько у меня удочек при себе? Три штуки Ну пойдет Тут не важно, сколько она процентная И ловить можно Так же успешно, как новый Так и старый Там вот волк пришел, кроликами обжирается Я отсюда вижу, что он счастлив У него рот до ушей Ну кролики тут вообще уже в воздухе висят практически Все, пошли Пошли ловить рыбу Топить ее на масло И что? И все Мы там много времени сейчас проведем Наверное, пару дней Это будет процесс долгий Со всеми этими новыми способами готовки И прочим Будем там долго возиться Но ничего страшненького Гвоздодеров у нас там дофигища Я, по-моему, туда гвоздодер О, а вот и волк пожаловал Вот пожаловал и волк Ну, пожалуй, сразу мы сейчас с ним и разберемся Давайте-ка пойдем в его сторону Чтобы он потом, когда я ночью буду из барака выходить Рыбу бросать или брать Чтобы он не напугал меня Как напугает Так вот скажет Бау И я скажу Опа Кирпичик Мод на кирпичики Угу Он меня увидел А мы ему дали оленин приготовленную Он на нее повелся Так, теперь бы как-нибудь его кокнуть Чтобы стрелу свою не искать Кокнули, стрела поломалась Отлично Искать ничего не надо Так, лежи тут, никуда не уходи Понял, да? Молодец Так, ну их еще здесь пару штук И мне кажется, там медведь уже новый появился А может и не появился А ладно Видно будет Так, бегать могу Даже бегать могу Нифига себе Так, ну нам тепло И мухи не кусают Рыбу можем пока половить Так Испорченный Малоротый окунь Не трогай Как это так? Не трогай Как это? Не трогай Я тебе дам Не трогай Так Гвоздодер Берем этот 79% У меня тут еще есть удочка Коцаная Так, давай сожрем Вот этого Испорченного Малоротого окуня О, отлично Сразу можно Водички себе Подгрести Потому что у нас воды Я гляжу, тут маловато Вода тут больше не стоит Волки не ходят Ну так не видать Пробуем ловить рыбу пока Без разжигания Так, не будем экономить Наш гвоздодер Нажимательный эскейп Будем честно Тратить его Гвоздодеров у нас много Так Допустим на 5 часиков У, сразу тепло стало Гля, гля Рыбачить начала Так, сик Мне нужен малоротый окунь I need Малоротый окунь Угу Потемнело Вода кончилась Так, опять Сиг От жажны сейчас Коцаться начнем Уже коцаемся Ух ты 3 килограмма 74 грамма Отлично Так, воды попить Попить воды Выкинуть всю рыбу Еще раз зарядить рыбалочку Сейчас зарядим Я говорю это надолго Вот уже 5 часов Мы провели Так, рыбу выкидываем Бросить, бросить А окунь Малоротого Давай вот здесь положим Прям Прям вот здесь Так, дайте-ка я Что-нибудь ховну Какую-нибудь рыбеху Блин, вот из этой рыбехи У меня путь вообще выложен Ее желательно не брать Вот у меня опять Окунь Мокунь Мм, хорошо Вошел мокунь Так, вода Сколько в ней пол-литра Разбить пол-литру В дребезги Да я тебя Так, пока мы ничего себе На самом деле не натопили У нас в канистре 0.25 Так, прорубь почему-то чистая 5 часов рыбачим опять Сейчас как похолодает Разожжем печур Ух ты, сразу окунь попался На 4.57 Классный окушок-то какой Отлично Так, сик Фу Фу, какашка На 2.87 Давай еще окушка Кушка давай Опять сик Так, это мы уже 10 часов Тут провели, да? А потом еще хрен знает Сколько проведем Все это жаря Так, опять сик О, окунь 3.57 Ну, дыхловато, конечно О, холодно стало Опять сик Я понял Так, ух, еле хожу Еле хожу Ну, конечно, куней там набрал 5-килограммовых Так, кидаем окуней пока Сигов сюда отгружаем За Так Она у нас устала, да? Твоя женщина стала Стара И устала Ну, а что? Давай еще Половим 5 часов Если ты не замерзнешь А если замерзнешь Мы прекратим процесс Она замерзает Да, походу ничего не получится Ну, хоть кого-нибудь поймай Ух ты! 5.37 Да какая ты красавица Сига Так, все Так, все Прекращаем процесс Выкидываем Сига Кладем Окунька Жарится Он как раз у нас Огроменный Все Печуру Разжигаем Печура Пошла Не, мы будем Дрелью Мы будем Дрелью Так холодно Мозги замерзли Да сейчас я тебе Полную печь Дров напихаю Тебе будет так жарко Что мозги закипят Не переживай Начинает разводить огонь На что ты его разводишь? Короче, огонь Едем к тебе Понял На хату И если ты нам сейчас быстро Не, он уже разгорелся Так, а нам там еще и кушать хочется Кедровых дров Аж 15 ШТ Так Не то Ой, дай я тебя кину Не хочу тебя сожрать Случайно Вообще не хочу Случайно тебя сожрать Так Окунь 52 минуты ему готовится Ну давай мы часик поспим Пока он готовится Заодно Немножко усталость нашу Подкорректируем Так Он вроде сгореть не должен успеть За это время Сейчас проверим Сколько там осталось ему Так 26 минут Так Взяли окуня О, 130 миллилитров получили Она съест его целого сразу? Да она-то кого хочет Ей съест Ей в лампе Она что хочешь съест? Давай воды вскипятим себе пару литров Так И поспим 2 часа Не, 2 часа говорю Поспим Во Потом можно опять рыбу половить Или окунье пожарить Печь-то горит Не, надо окуньей жарить Если печь горит Давай окуньей жарить Так Окуньей жарить Что у нас по усталости? Ну ладно, давай котелок заберем Не Поднять котелок Поднять котелок Так Окунь Давай его сразу сюда положим Ему 35 минут Ой, это я не смогу ничего сделать Это придется подождать Это я даже поспать не смогу Куда нафиг 35 минут? Так, давай окушка где-нибудь здесь бросим Блин, сейчас какой-нибудь волчак со спины в попу укусит Вот прям чую Так, теперь вот этого давай назад Тот был совсем маленький Это сколько? 44 минуты Ну давай попробуем поспать Может не сгорит Но если сгорит, то, блин, и масло просрем И все 44 минуты Можем на последнем его этапе подхватить Сколько ему там сгорать-то? Не, 19 минут Нормально Так, окушка взяли 11 мулл получили Так, печки горят 9 часов Так, печки горят дофига часов О, погода шикарная Давай где-нибудь здесь еще окушка бросим Чтобы он нам по пути лежал домой Чтобы мы его подбирали Так, еще у нас окушок имеется Один непожаренный, да? Угу 36 минут Нет, это мы подождем Это мы не успеем Так, пить Как раз 2 литра воды Выпили Так, ну и что делать будем? Какие расклады? Усталости особо нет Печура горит Тогда ставим на нее воду И ловим рыбу 2 часа Как-то так Прород уже замерзла Так, 2 часа рыбач Давай рыбач 2 часа Что-нибудь поймай Сиги поперли Ой, вода закипает Ммм, так Так, вода есть Еще Еще давай 2 часа Сейчас сиг испоганится Которого мы не выкинули Ну и фиг с ним О, окунь Ммм, 5,5 килограмма Отлично Отлично Сиг попался Сиг фиг с ним Так, вода Забираем Котелок поднимаем Сига выкидываем Окуня жарим Так Волки Медведи Есть кто? Оружие, наркотики Фальшивые документы Никого нету, да? Понял Так, тогда давай Кушка вот этого А, бегать мы не можем Ну давай мы его здесь По направлению к дому бросим Где-нибудь подальше Чтобы потом Когда-нибудь его подобрать Так, первого Возьмем И чернила Так Пошли окуня жарить А все равно бегать не можем А, у меня там воды дохренища, да? Дохренища воды Надо ее куда-нибудь выкинуть В таком случае Это дохренища воды Три литра выкинем О, погодка портится А мы в домик Так, окушка бросаем Пятикилограммово Наверное мы сейчас сможем Часик поспать Да, ему 54 минуты Печки у нас гореть Восемь часов Давай часик Поспим Так, ну и что? Тогда опять ставим воду Опять два часа ловим рыбу Схему прежняя Чтоб костер зря не горел Пусть хотя бы вода готовится Так, воду пить А, что там жрать нам надо? Ну у нас вот тут какой-то кусок есть А, нам тут жрать особо не надо Значит, этого куня выкидываем Жареного И продолжаем Рыболовные Наши Поползновения Рыболовные эволюции Продолжаем О, здесь как раз место пустое Сюда мы и бросим Так, над по дровам ситуацию Пропалить Туёвину по дровинам А что там, мы устали сильно? Или что? Почему он так медленно двигается? Отчего у меня опять перевес? А, ну у тебя ж дров, да хрена Ты же их ещё пока все не сжёг Вот ещё дровички, кстати, валяются Так, надо их все сложить в ящичек Чтобы я точно знал их количество Точно приблизительно знал их количество А тут вот они валяются Непонятно, сколько их тут Так, печки гореть Давай мы до полного ещё палками зафигарим Ох, тут палки 52 штуки Тут ещё пару дней можно просидеть Так, здесь ничего нету Это у нас какой ящик? И в этом ничего нету, да? А, я тут, по-моему, уже на рыбалке был И сжёг всё, да? Так, а тут у нас Есть немножко Так, ну и дрын давай Передадим какое-то количество Ну давай вот Так вот, 4 пока себе оставим Так, ну тут нам ещё на день точно Можно проторчать Так, давай сначала прорубь разрубим Так, потом ставим наш котелочек Заряжаем 2 литра воды И ловим 2 часа рыбу Такие вот расклады Во, а если бы я там капканы оставил Я бы тут 3 дня проловил рыбу У меня там кролики могли вообще в капканах Испориться, все капканы переломать Вот, кстати, ни хрена не поймал Какого-то жалкого сига одного Так, жалкие сиги Пусть идут в пень Мы пока ими заниматься не муним Мы ещё ставим воду на 2 часа Ещё 2 часа ловим рыбу Может быть нам опять окунь выпадет А вообще ничего не выпало Однако Сиг выпал Так, хотела пока поднять Значит, выпало нам 6 литров воды А если сига положить этого Сколько у меня будет жариться? Давай испытаем Коль нет ничего, давай сигов жарить Сиг 47 минут В печке горит 9 часов Мы можем час поспать Давай поспим Сиг тоже приготовится Можно ложить сигов И ловить по часу рыбу За час почему-то иногда хреново ловится Вообще иногда ничего не ловится Так, 2 минуты До пригорания Сожрём его нафиг Так, воду выпьем Нафиг Так, чё тут? Волки Другие страны тоже Никого нету? Вода Бросить 4 литра бросим Ладно, давай ещё раз С водой Всё вот это с водой замутим И двумя часами Так, разбить Давай Поехали Ну вот видишь За час ничего не ловится Час прошёл Хрен, кого поймали Вот опять сиг Вообще маленький попался Опять сиг Короче, облом Так, давай вот этого побольше бросим Вот этого поменьше выкинем У меня тут сиги были побольше Ну да фиг с ним Сейчас мы вот этого положим Жарить Если сгорит, то сгорит Проводим эксперимент Ему 38 минут Он скорее всего сгорит Ну сейчас проверим А мы спим час Ему там ещё пригорать Какое-то количество времени Сейчас сгоревшая Несъедобная пища Не, успели Несгоревшая И вполне съедобная Кушать тебе надо Остридина Съешь сижочка Ну-ка съешь сижочка Ой, не влезет У тебя забито всё Влезло Ну ты монстрятина Я тебе скажу, а Ну ты монстрятина Так, короче Что там у нас по усталости Усталость половинчатая Ну давай на 5 часов Короче, рыбалку Может попадутся Какие-нибудь Окуня Всё Не будем никакую воду ставить Пока воду у нас много Печь горит Дрова ещё есть Сиг 2.38 Сиги строго По 2 с чем-то килограмм идут Понятно Устала Устала она Ну значит Будем этих сигов жарить И спать по часу Ну нет окуней Ну вот Сигки, пожалуйста Попадаются и всё И никаких тебе окуней Ладно Так, значит так Так, значит так Это саму 45 минут готовится Это мы нормально поспим Он не сгорит Всё, что больше 40 минут Точно можно Даже 38 можно Так Этому сколько? 40 минут Тоже можно спать Тоже не сгорит Ну вот там всего 40 грамм масла с него Ерунда какая-то Ерундень какая-то Так, забирай его Так, шри всё это Влезет целиковый Влез Да блин В эту остридину И в лампе Ну что хочет Влезет вообще Так, давай Приготовлю Ну тут где-нибудь Выкинем Неподалёку Далеко ходить Не будем Пошли Пошли ещё Значится Готовить 41 минута Пойдёт Свободно Можно поспать Ну что, давай сигов Собирать Которые поблизости Доготовить их Смысла нам окуне Налавливать Когда у меня там сигов Вообще тьмать муще Смыслов нету Поэтому Значится Сига вот этого Бросаем Какого-нибудь берём И несём его В печуру 37 минут Вот 37 минут У нас ещё не было Было 38 Сейчас посмотрим Годится ли 37 минут Ну вроде там После 38 минут Ещё запас нормальный был 13 минут По-моему было Значит сейчас Минут 10 Так теоретически Будет до пригорания Нет, тоже 13 Понятно Так, погода ясная Это хорошо Так, берём Очередного сига Крайнего Кладём Так, 33 минуты Печки гореть 5 часов Ну вот 33 минуты Мы не пробовали Попробуем 13 минут Ну хотя бы минут 5 Должно остаться Сейчас посмотрим Даже 8 Так, утро уже Вот это время летит Уже утро А я тут всё С рыбой Вожусь А я тут всё С рыбой Вожусь Так, 39 минут Это мы Свободно Проспим 39 минут Ну вот так Спим Готовим Нормально Зато Усталость Уменьшается И рыбка Готовится 14 минут До пригорания Так, печки 4 часа А у нас ещё Кедрача Дофига и больше Так, ух ты Погода какая стала А у меня тут всё Поближе Валяется Мне далеко Ходить не надо Ха-ха-ха Так, сик Пошли Пойдёшь со мной 35 минут Можем спокойненько Спать Ничего Ой, какая метель То началась Ничего нам Не сделается Так, поспали Жаль, что вот здесь В печуру у нас Одноместная Была бы она Двухместная Какая бы красота Была Она вот Одноместная Так, готовим Всех сигов Нечего им тут Валяться Зазря 38 минут Свободно Так, я скоро Спать не смогу Ха-ха Я тут на сигах-то На На Отдыхался уже Сиговый отдых Горячая сиговая Путёвка Так, 6 часов В печуре Гореть Ну, давай Ещё попробуем Может, я смогу Спать А то придётся Рыбу тогда Ловить Так, 49 минут Ой, это какой-то Пожирнее попался Всё, это похоже Я Последний раз Поспал Больше не смогу Там воды Мне, кстати, надо пить Так Сколько ж мы там Масла себе Набрали За всё это время Был 250 миллилитров Пу, почти литр Набрали Нормуль Так, наверное Этого сига Мы можем Сами съесть Никуда его Не носить Ой, да не Глянь Она практически Особо не проголодалась И даже сига Не доела Евлампевна моя Что у нас там По усталости Ну, да Усталости нет 100% написано 100% усталости У тебя нет Ну, значит Ставим Квоздрюлю Разбиваем Прорубь А тут Она уже Замёрзла Сильно Два часа Ловим рыбу Так Костелок Воды Два часа Ловить рыбу Давайте Половим Посмотрим Глянь Час Вообще Никого Полтора часа Сик 2.43 Ну, хорошо Вот, ребята Мы сейчас Сик И приготовим 42 минуты Сейчас мы Поспим Так Чё там Дров Надо в печь Накидать Я вообще Планировал себе Литра два Воды набрать Фу, воды Фу, воды Масло, масло Литра два Ну, в поход В дальний поход Так Погод Стал Хорошей Погод Стадло Хорошей Но мы Ещё тут Можем Сидеть У нас Ещё есть Дофига Дров Так Ну чё Давай Опять Сига Возьмём Пожарим Ловить Пока не будем Какой Смысл Ловить Когда тут Дофига Непережаренного Уже Наловленного А Ну Ты просто Спать Не сможешь Смысл То Во-во-во Вы не настолько Устали Ладно Давай Вот так В следующий раз Поспим В следующий раз Уже будет Нам поспать Хотя бы Чутка Усталости Акушкаба Поймать Одного Да пожарнее Килограммчиков На шесть Давно Я не ловил Акушков Килограммчик На шесть Вот теперь Устали Настолько Вы Настолько Устали Короче Я тут Рыбу По-моему Нажарю Это вообще По-моему Бесконечно Долгая рыбалка Тут уже Рыба У меня На неделю Ну Пошли А спать Я наверное Уже не смогу Не Не смогу Так Значит Операция Операция Вода И рыбной Ловли Да Ну да Да Именно Так Че Сига Этого Дожрать Да Дожри Полегче Будешь Так Печу Пригореть Семь часов Ставим Котелок Убери ты Этот лук Че ты с ним Ходишь Лук Говорю Убери А дальше Рыбку Так С задером Разбить Так Сюда Два литра Два часа Ловить Два часа Больше нельзя Вода Выкипит Ну мы традиционно За первый час Ничего не ловим У меня Сиг попался Сижок Ну собственно Говоря К нам приехал К нам приехал Малоротый окунь Дорогой Малоротый окунь Пей до дна Пей до дна Пей до дна Малоротый окунь Окунь Пей до дна Так, жарить тогда его Коль он к нам приехал А, кстати, ты про воду совсем забыл-то, на радости Ты на радости забыл про воду Так, окуня быстренько в котелочке Хлобысь, котелок поднять Так, значит, что тут у нас по раскладам? По раскладам у нас все нормуль Есть малород и окунь Значит, так поступим Окуня бросим Ты бросил меня, ты бросил меня Песня окуня Так, окуня бросили И пошли, наверное Накидаем дрын И на 5 часов уйдем на рыбалку Потому что усталости, как таковой, нету Че нам обламываться? Но, с другой стороны, дрын ли нам хватит? Так, дрын у меня нету Значит, вот этих Но этих тут я видел, там, по-моему, 30 штук Да, передать все Вот, 30 штук нам на сколько хватит? Ща узнаем На 10 часов более чем достаточно Так, разбиваем, короче, лед И 5 часов ловим рыбу Или даже 7, давай 7 Я пить, скорее всего, захочу Но я тогда остановлюсь Остановлюсь тогда Так, сижок На 2,81 Ну, в принципе, нормальный сижок Опять сижок На 2,82 Тяжелее на 10 грамм Так, акушка давай Давай, акушка Никого нету Так, сижок На 2,62 Подохлее чем 2 предыдущих Так 7 часов рыбу ловим Представляете? Вот он, вот он 4 кг Нормально Так, не будем прерываться Потому что акушки пошли 2 Это совсем дохлядский Совсем дохлядский акушок Так, ладно Все Все, пока Пока все Так Дай-ка я сюда воду всю запихаю А то я сейчас ходить не смогу Так, здесь, короче, мы сейчас Акушка кладем Сигов выкидываем Сигов выкинуть Нафиг пока всех Пошли к акушку Акушок Какие дела? Сколько тебе готовится? 37 минут Ну я даже сейчас смогу поспать Это уже проверено Уже все проверено Не переживай Кстати, я не поглядел Сколько печки горит Проверено Не переживай Сейчас печка погаснет Будьте проверены Не переживай Печки горят 6 часов Вполне себе Дофига Так Кушать нам Надо Ну давай Остридина Жри этого кунька Заслужила Так Давай теперь Этого кунька Мы Положим на Готовку Ой 25 минут Не Это я не буду рисковать А то просру Акушка-то Акушка-то Просру Так Где там мне воды? Дайте мне воды Литр Давай мы этот литр Вточим Так Давай Опять поставим Воду на 2 часа И полуем рыбу Я даже не знаю Сколько времени На этой рыбалке Провел По-моему 3 дня Рыбу ловим Уже Так 2 часа Давай Ловись Рыбка большая И очень Большая Желательно Кушочков Килограммчиков На 6 На 6 Ни хрена тебе Вообще О О, акушочек На 2 килограммчика Ну и на том спасибо Как говорится Как говорится Спасибо этому дому Пойдем к другому Так Печуре гореть Еще 5 часов Печь Прорубь Уже замерзла Так Что там Акушка выкинем Наверное Ну что Заряжаем Значит Заряжаем Воду На 2 часа И 2 часа Ловим рыбу Давай Акушочечка Нам пожалуйста Сик Блин Мы акушочка Заказывали Официант Где наш акушочек Опять Сик На 2.09 Акушочка Хренушки Так Вода Поднять Так Так Сик 36 минут Можем Поспать 36 минут Нас вполне Устраивает Не сгорит Так Угу 45 минут Тем более Не сгорит Сколько печки Еще осталось 3 часа Давай мы Часик Поспим Потом Сориентируемся У нас там Еще немножко Дров Есть Ну я по-моему 2 литра Уже себе Набил Топливо Уже Задуманное Я выполнил Так Воды Попить Потом Разбираться С литрами Ну-ка Покажите Мне Канистру Мою Не Нифига Ты тут Не набил Еще Дядь Саш Ничего Тут Не набил Ну тогда Мы значит Новую рыбу Больше Не ловим Жарим Че есть Че рандом Послал Да 45 минут Час спать Жарим Че рандом Послал А то Печь погаснет И нам Жарить Не получится А мы еще Окуней Наловим Ну Наловим Может за дровым Конечно Сбегать Да ладно Давай пока Че есть Сколько Есть Наберем Прорвемся Че то Волки Ко мне Больше Не приходят Не Не жалуют Меня Так У меня Тут Кстати Рыбы Да хренища И больше Волчишки Меня Не жалуют Ну Допустим У тебя Не будет 2 литра У тебя Будет Чуть Меньше Ну Ничего Переживешь Как Не переживешь Можно Задароваем Побыстрей Кому Сбегать Здесь Неподалеку Может быть Немножко Веточек И палочек Так Сколько С него Да 0,3 литра Это конечно Хреновина Вообще Нам этого Мало Нам Хотелось Бы Побольше Ну А че Ну Давай Заловим Рыбу Давай Глянем Что тут Насчет Дров Да Окунь Нужен Все это Батва Сигов Ничего Вообще Не Натапливается Можно Обжариться Их И натопить 100 грамм Окуни Нормально Добавляют В копилку Вношу В масляную Так Одну ветку Нашел Одну палку Офигенная Находка Да На 10 минут Подольше Можешь Посидеть У костра Ну Пошли Так Время дня Ближе к ночи Да А допустим Если мне ждать И не спать А ждать Точно Если не спать А ждать То Быстрее Жрат Готовиться Будет Он же готовится Только 30 с чем-то минут А я то сплю Аж целый час И печка Это время горит Горит Давай вот так Ждать Мы так сейчас Быстрее его Весь Переготовим Так Вот Три часа И гореть Давай Еще одного Кладем Еще одного Кладем Так Ждать Вот И по прежнему Три часа Гореть А мы уже Двух Приготовили А так Мы За час Только одного Приготовили Вот Сейчас Мы их По-бырому Всех Переготовим Может быть Все-таки Там нам Добьем До своих Этих Желаемых Объемов В виде Двух Литров Пошли Сиг Со мной Сиг Короче Ты со мной Пойдешь Понял Да Так Так Приготовлено Ой Тут Мести Начало Ну я По своим Этим Сигом Дорогу Себе найду Я Дорогу Себе найду Так Давай Сожрем Так Давай Выпьем Их Печки Сколько там Гореть Так Печки Гореть Еще Два Часа О Это Я С четырех Сигов Точно Приготовлю Ну и Отлично Не понял Не туда Нажал Так Спальник Поднять Сига Быстро Доготовить Так Сига Доготовили Покидали Придется С собой Немножко Утащить Мне там Что-то Кушать Надо Будет Ну Блин А я Еще Два Литра Топлива Волоку Ну Ничего Справишься Так Печки Еще Гореть Час Двадцать Девять По пути Окунь И малородок Захватишь Ты там где-то Накидал Они потяжельше Будут Толк побольше От них Вот так Сейчас почти Всех сигов Переготовим Так Печки Гореть Еще час Ой А тут Ночь Наступила Ой Как нехорошо Ой Как нехорошо Сейчас кто-то Встрянет Сейчас кто-то Встрянет Не знаете Кто Мне кажется Остридина И в лампе Она в моем Лице Сейчас Встрянет Погода Там Супер И печки Гореть Сорок Одну Минуту Так Ну Жри Смотри Сколько Ты тут Себе Натопил Ча Я напьюсь Напьюсь От души Так Вот Два литра Есть Прекрасно Так Воздодер На родину Возвращаем Так Все Котелок С собой Уносим Все остальное С собой Уносим Так Че тут у нас В печке Гореть 38 минут Воды Немножко Прихватим Ну и пошли По вот этой Тропе Будем искать Здесь где-то Малороты Окунь Бросаны Сик нам не нужен Испорченный Это давно Бросили Это вот Че такое Опять Испорченный Это че Опять Сик Я тут где-то Куни кидал Опять Сик Испорченный Свежий Малороты Окунь Так Пошли По этой Тропе А че-то Я дальше Ничего И не вижу По этой Тропе Нет Ты не туда Пошел Тебе Надо в сторону Волка Ити Так Я сейчас могу Заблудиться Нафиг Если я уже Не заблудился Так Иди Никуда Не сворачивай Пожалуйста Пожалуйста Никуда Не сворачивай Во что-нибудь Упрешься Че-то я Не по тропе Своей пошел У меня есть Подозрения Так Камни Какую сторону От камней Мне повернуть Чтоб не промахнуться По-моему Сюда Да Правильно Аккуратнее Ты в такую погоду Дядь Саш Ходи Плохо все Это может Закончиться Такие прогулки Можно Не вернуться Так Она говорит Что ей Надо найти Место Где согреться Да сейчас Тебе будет Место Где согреться Сейчас В дом Зайдешь И как Согреешься Так Жратовы Мне не надо Поэтому Сигов Можно пока На улицу Кинуть Точнее Акуней Так Волчаки Нет Кролики Валяются Так А тут У меня Даже Еще есть Немножко Испорченной Медвежатиной Испорченной А Она Неприготовленная Тфу Тфу А оленина У меня тут Приготовлен Нет Я все Пожрал Да Я вас Понял Пожрал Так Пожрал Так Зажигай Огниво Ну что Пошли отдыхать В принципе Устали Ночь Канистру При себе Держим Котелок Выкинуть Так Брать ли мне В отрадную В долину Тех реки Котелок Правильный ответ Нет Конечно Ты и так Будешь Перегружен Котелок Ты там Найдешь Я надеюсь Ты же с собой Два литра Лишнего масла Тащишь Зачем тебе Какой-то Котелок Нет Котелком Придется Обломаться Из котелка Придется Отправиться Котелок Нам не нужен Так Давай Вот это Ой У меня Кстати Разжигалка Скоро поломается Мне надо Мне надо Где-то Кедровую Дрыну Найти То есть Еловую Дрыну Найти Разжигалка Это моя На один разок Что ли Или на два Ну в общем На немного Тебе Разжигалочка Так 5 литров Что Спим Сколько Проспим И Собираемся В дорожку В дорожку Наверное В дорожку Уже в следующей серии Буду Собираться Эту 155 серию Закончим А соберемся Уже со свежей головой В дорожку В следующей серии Сейчас мы До утра Дождемся Чтоб светло стало А то я сейчас В попы Как буду Собираться Чего-нибудь Забуду Взять Я любитель Чего-нибудь Забыть Взять Спокойненько Не спеша Нажи Топоры Вилы Все возьмем Себе В дорогу И будет Нам счастье Стрел еще Можно сделать Надо Короче Чтобы у меня Было 10 нормальных Стрел Че Опять фигня Какая-то Темнота Во Стрел Я наверное Сейчас Сразу Сделаю Потому Что Потому Сколько У меня Вообще Стрел У меня 7 целых Вот Должно Быть 10 Неважно Сколько У меня Каких Других Стрел А вот Нормальных Стрел Должно Быть 10 Штук Без Всяких Яких 10 Штук Значит Древка Надо Взять 3 Штуки Так Какое-то Количество Перев Надо Взять Теперь Поглядеть У меня Наконечники При себе Есть Какие-то Ну Как Минимум Один О Да Один Хорошо Один Так Один Значит Еще Два Наконечника Мне Надо Тут Наконечники У нас Есть Нет У вас Тут Наконечников Где-то Они Тут В ящиках Скрываются Наконечники Нет Наконечники Нет Ну Конечники Вот Они Два Штуки Мне Так И Лук Наверное Новый Себе Сделать Или Сейчас Посмотрим Ну В принципе Можно А Взять С собой Сухой Клен И Пару Кишков Так И Еще Сейчас Посмотрим Тот У меня Лук Сильно Коцанный Да Он Там Вроде Еще Не Сильно Коцанный Так Все Стрел У меня 10 Есть Целых Лук 86% Да Не Не Надо С собой Новый Лук Брать Достаточно В смысле Лук Еще Один Делать Новый Лук Не Надо Делать Достаточно Себе Взять Клен Вот Я Сразу Его Возьму Так Что Тут По Кишкам Меня Так Долго Не Был Тут Половин Кишков Должна Была Высохнуть Свежие Высушенные Заблокированные Предметом Высших Да Кто Посомневался Так А это Глянь Не Высохло Зато Кишки А Ну Шкур Жволочь Они Вроде 6 Суток Сохнут Вот Она И не Высохла А Что По Кролячим Кишки Все Посохли Шкура Высохла Кролячья Этки Высохли Все Шкуры Так Кишки Почти Высохли Так Местечко Есть Свободное Что Тут У меня По Кишочкам Бых Бых Что Шкурки Наверное 4 Я С собой Возьму Да А Кстати Может быть Я просто Свою одежду Приведу В порядок А не Будешь Брать Вот Это Надо Золотать Вот Это Надо Золотать Ой Тут Сколько Всего Лотать Не Давайте Я Лотать И все Собираться Буду В следующей серии А то Я сейчас Тут Увлекусь Сделал Короче Себе Что Там Себе Сделал Что Я себе Сделал Стрелы Сделал И Молодец Ну Давай Хотя Бо Сейчас На улице Подстоим И давай Попробуем Тут Тогда Ну Вот Рукавицы Точно Надо Починить Потому Как Они Совсем Хреновенькие Во Остальное Починю Потом Все Хватит Хватит Пока Что там Нам Еды Надо С собой Взять Ну Не Надо Не Надо Тебе Еду В дом Заносить Все Так Значит Ребятки Девчатки На этом Наша 155 Серия Вомер 155 серия Подошла К концу Азов Выживания Я с вами Вынужден Распрощаться Желаю вам Всем удачи В игре Остерегайтесь Волков И мы с вами Скоро Увидимся Все До скорых Выстреч Ставьте лайки Подписывайтесь Пока